Приветствую вас! Прежде всего, нужно определиться здесь с главным. Чего вы хотите? Знаете, если вы стремитесь к тому, чтобы делать какие-то вещи, какие-то действия, а если вы стремитесь к этому не как к самоцели, то есть если вы стремитесь к этому как какому-то средству для достижения цели своей какой-то цели, то сперва определиться нужно именно с целью. Что это за цель у вас вообще такая? Чего хочется именно вам. Понимаете? То есть сперва определиться надо со своими желаниями сперва. А уже потом, когда вы определитесь со своими желаниями, он будет выделить как лучше этих желаний достичь своих. Что лучше сделать для того, чтобы их достичь и так далее. Но вначале для чего? Для чего вы делаете вот это? Что, что делаете? Зачем? То есть если вы занимаетесь тем, что рисуете, либо там еще каким-либо творчеством вы занимаетесь, то нужно понять для чего вы это делаете. Зачем вам это? Что пытаетесь, чего пытаетесь достичь. Вот. Далее. Вы говорите о том, что ориентируетесь на то, что у вас не получается, ну, на то, что у вас получается не так, как у других. То есть, грубо говоря, ну, не получается вообще. А как у других? То есть вы на кого-то равняете. В этом плане нужно понять, откуда появилась сама эта установка. Что я делаю не так, как делают другие. А как делают другие? Кто устанавливает нормы? Какие должны быть нормы, особенно в творчестве? Понимаете? То есть вы делаете ради, ну, вот вы пытаетесь, получается, чего-то достичь не ради самого творчества, а именно ради признания, ради одобрения. Но если вы хотите одобрения, то одобрения в первую очередь это не творчество. Нельзя что-то делать или рисовать для того, чтобы быть лучше других. Ну, если вы занимаетесь творчеством, если вы занимаетесь каким-то своим делом, то своим делом нужно заниматься ради самого процесса, ради самого дела. Не ради признания. А если вы хотите быть признания, то для того, чтобы быть признанной, для того, чтобы иметь одобрение, нужно в первую очередь, чтобы вы принимали. Чтобы вы принимали себя, например, и тогда, принимая себя, вы сможете принять других. И только приняв других, вы сможете как раз-таки быть признанной. Понимаете? Не больше и не меньше. Это разные вещи. Вы пытаетесь через творчество добиться того, чтобы получить одобрение. А на самом деле, на самом деле, вы не занимаетесь творчеством. Понимаете? А это не работает так. Чтобы творчество приносило удовольствие, нужно именно заниматься именно ради самого процесса. А одобрение, принятие, оно идет немножко по-другому. Идет другим параллельным путем. Очевидно, что вам, вашей семье все время предлагали равняться на кого-то. Да? Ну, то есть, смотри как у другого, а вот у других лучше. Или ориентироваться нужно на других. Вот. Я, конечно, не знаю всех тонкостей. Вот. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что ситуация здесь складывалась примерно так. Вот. И вам необходимо понять для себя. Вот знаете, вы верили, что так правильно. Вы верили, что так нужно. Что нужно ориентироваться на других людей. Что нужно стараться добиться их одобрения. Что необходимо стараться сделать так, чтобы, ну, были довольны и так далее. И так далее. И для этого нужно делать что-то, чтобы понравилось. Чтобы понравилось, например, ну, вот, этим людям в первую очередь. Но в жизни так не бывает. Понимаете? В жизни довольно маленький шанс сделать что-то, чтобы людям понравилось прямо сразу, сходу. Довольно маленький шанс. Я бы сказал, что он настолько маленький, что его даже нельзя рассматривать как, ну, как достойный внимания. Почему так? А потому что нет шансов. Знаете, если только вы не гений, если только вы не какой-то вот прям бундеркин, то именно делать что-то ради признания других людей бесполезно. Вот стремиться, да, стремиться к тому, чтобы вас признали, это мощь. Это человек нуждается в признании, это да. Но нужда в признании, это немножечко другое. Нужда в признании, это все-таки, по большому счету, да, нужда в признании, это не через деятельность как будто достигается. Понимаете, в первую очередь, в первую очередь, это работа с попыткой, попыткой доказать, ну, например, родители. Вашим, что вы хорошие, ну, или, что вы должны быть хорошими. Ну, вот. То есть, именно это, это вот именно такая история. И тонкость, она здесь именно в том, чтобы данный аспект учитывать. То есть, понятно, что все, что вы делаете, это пытаетесь получить одобрение родителей. Поскольку одобрение родителей вы получить не можете, потому что родители вас не одобряли не из-за того, что вы какая-то не такая, а родители не одобряли вас, потому что у них не было ресурсов вас одобрить. Либо у них были какие-то идеи, которые мешали им это сделать. Ну, всего ряда причин, да. И вы, в принципе, не способны получить их одобрение. Вот. Если понять это, и если не ради одобрения это делать, то что бы вы делали? Вот смотрите, вы говорите, да, что мне кажется, мне кажется, что, значит, ну, что у меня не получается, да, как у других. То есть, я хочу, чтобы у меня получилось так, как у других. Хорошо. Если предположить, да, вот, если предположить, что вы не преследуете цели, ну, добиться одобрения, если предположить, что вы не преследуете цели, как тогда, то есть, ну вот, как тогда вы бы себя стали вести, как тогда вы бы организовывали бы свою деятельность, свою жизнь, свою работу, если бы преследовали цель, именно не получить одобрение от родителей, допустим, или от кого-то еще, а именно вот просто делать то, что вам, ну, по душе. Представьте себе. Представьте себе. Представьте, что вот этой вот фигуры, вот этой вот фигуры, главной, которая сейчас для вас главная, добрина, ее нет. Представьте себе. Вот старайтесь представить это себе. И что было бы тогда в этом случае, как бы тогда вы себя вели? Подумайте. Подумайте. И для чего вам признание? То есть, понятно, что это базовая потребность, но зачем она вам? Почему вы, как бы это сказать, пытаетесь, пытаетесь именно ее удовлетворить? Зачем она вам? Для чего она вам? Понимаете? Поэтому стоит подумать. То есть, что будет, если вы вот будете, то будет, если вы получите одобрение? Разве одобрение не является субъективным? Либо вам будет, и либо вам будет, скорее всего, мало. Будет, скорее всего, мало этого одобрения. Всегда будет мало. Потому что внутри вы будете виски речь только со своим родителем. Поэтому побаривать, на самом деле, ничего не нужно. Бороться ни с чем не нужно. Подавлять ничего не нужно в себе. Я прочитал ваш другой вопрос, где вы писали о том, что у вас есть нарушение пищевого поведения, да? Вот. И очевидно, что это побег. Ну, то есть, вы бежите. Вы убегаете от чего-то. Вы в еду как бы уходите. Как будто это, знаете, вот, ну, еда – это защита. То есть, в еде спокойно, в еде комфортно, еда дает чувство защищенности. Вот. Ну, но вопрос, он другой. А что мешает самой по себе чувствовать защищенность? Что мешает без одобрения, да, без одобрения заниматься любимым делом, которое вам нравится? Что мешает доверять своим желаниям, да, своему выбору. Вот. Почему вы не доверяете своему выбору? Потому-то вы не принимаете себя. То есть, вы считаете, что у вас чего-то не должно быть, чего-то вы стыдитесь себе. Вот. А почему стыдитесь? Опять же, потому что родители, да, родители, не говорили, что вот этого, например, тебе быть не должно. И вы верили, потому что родители для ребенка очень важная фигура. Но родители, даже как бы те люди, одобрения которых вы пытаетесь достичь, это всего лишь люди. И у них, у родителей и у других людей свои представления о том, что хорошо и что плохо, каким должен быть ребенок там и так далее. Вот. Понимаете? И все это не имеет никакого отношения к вам. Потому что это их мнение, это их позиция. Но вы стараетесь пока получить их одобрение. Потому-то без этого одобрения вам нестаконно. Одобрение вы пытаетесь получить, потому что они вам, родители, и вместе с родителями, видимо, другие люди, говорили, что вот какой-то вы быть не должны. Понимаете? 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 Поэтому я полагаю, что бороться не нужно. Нужно просто разбирать то, что, то, как вы строите взаимодействие с людьми. Нужно разбирать ваши отношения с родителями, повышать вашу уверенность в себе и, собственно, менять представление о себе у вас. И учиться действовать исходя именно из своих интересов, а не интересов и потребностей других людей, которые сейчас, например, вас полную в большей степени. Значит, необходимо определить также и свои желания, что очень важно. То есть, ваше желание, это очень важно, чего хотите вы. И вы ли этого хотите? Понимаете, в чем дело? Есть то, чего хотят другие через вас. Есть то, чего хотите вы. Вот ваше желание нужно отделить от желаний других людей. Например, родителей или кого-то еще. Вот с этого стоит начать. Вот вы сейчас говорите про творчество, да? Вы сейчас говорите про занятия деятельностью. А зачем вы это делаете? Как можно заниматься творчеством ради признания? Разве творчеством занимаются ради признания? А тогда зачем? Понимаете? Ох. На мой взгляд, вот такие вещи вам и нужно разбирать. Какой выбор вы делаете? Как часто вы делаете выбор? Чем вы руководствуетесь при реализации выбора? Ну то есть какими ценностями вы руководствуете? На что опираетесь при реализации выбора? На что опираетесь? На какие идеи, взгляды, ценности и так далее? Важно это. Важно. Так что, так что, вот, я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваши вопросы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Подумайте пока обо всем этом. Подумайте, чего хотели для вас родители. К чему это приводит. Ну, как вы видите. Подумайте о том, как родители выражали свои желания. То есть, что они говорили вам делать. Подумайте о том, чего они могли на самом деле хотеть от вас уже сейчас, будучи взрослые. И, чего гоните вы? Подумайте. Я уверен, вы многие вещи для себя должны понимать лучше. Самое главное, что и родители, и других людей нужно воспринимать именно через призму обычных людей. Не волшебников, не родителей. Именно через призму обычных самых обычных людей. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего доброго и удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...